Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов и это программа в центре внимания. Сегодня мы решили посвятить нашу передачу такой важнейшей сфере жизни, как культура. Без нее и жизнь, собственно, не жизнь. Без нее человечество давно бы скатилось до первобытного уровня. Культура созидает, она открывает возможности. И культурную жизнь Ангарского округа ждут значительные перемены, в их числе ремонт учреждений и закупка оборудования. В этом году мы подали заявку на создание школы креативных индустрий. Это сейчас такое актуальное направление и современное. Оно идет в ногу с развитием нашей молодежи на создание школы креативных индустрий на базе детской школы искусств номер 2. Но результаты будут известны в конце апреля, пока мы только направили заявку. Это такое направление достаточно важное, актуальное для округа, потому что Ангарский городской округ большое внимание уделяет развитию культуры. Ну и это направление, оно современное. Ну и, конечно, молодежь наша развивается очень быстро, не стоит на месте. И мы должны в ногу со временем идти и с нашей молодежью. Вот в этом году, в 2024 году за счет средств бюджета Ангарского городского округа, будет отремонтирован концертный зал в детской школе искусств номер 1. И по правилам участия в национальном проекте культура, они получили музыкальные инструменты, сейчас еще дополучают музыкальные инструменты, они обязательно должны отыграть концерт на новых музыкальных инструментах. Ну а зал, как только закончится ремонт, он уже будет готов, и акустика там будет очень хорошая. И я думаю, что концерт будет на высоком уровне, потому что и будет обновленный зал, и будут новые музыкальные инструменты звучать в этом зале. Одной из первых новый белоснежный рояль опробовала Варвара Тарасова. Она осваивает музыкальную науку уже третий год. Девушка рассказывает, что выбрала этот инструмент исключительно за его неповторимое звучание. Пианистка является активной участницей конкурсов различных уровней. В планах у Варвары поступить в Иркутский музыкальный колледж имени Шопена. Изначально я занималась вокалом, ну эстрадным. Ну и как-то вот захотелось мне прийти в музыкальную школу, чтобы быть более грамотным в музыке. Ну и почему именно фортепиано? Потому что звучание такое красивое, можешь себе подыграть. Неповторимый звук этого рояля – заслуга немецких производителей и корейских мастеров. Такой инструмент в школе ждали более 50 лет. Стоимость рояля оценивается примерно в 2 миллиона рублей. А общий размер субсидий по национальному проекту «Культура» превысил 4 миллиона. В этом году новые инструменты получат многие отделения школы. Также ожидается пополнение библиотечного фонда. Проект складывается из трех составляющих. Это федеральный бюджет, региональный и местный бюджет. И вот за счет этих средств у нас будут приобретены музыкальные инструменты. Вот первый – это белый рояль. Потом еще мы приобретаем скрипку, кларнет, флейту, баян, ударную установку и оборудование – это мультимедийные доски и компьютерный класс. Педагоги отмечают, что новые инструменты позволят проводить множество интересных уроков и встреч. Также в школе искусств пройдет конкурс «Белый рояль», который направлен на популяризацию игры на клавишных инструментах. Стоит отметить, что новые музыкальные инструменты появятся в этом году в детской школе искусств номер 4. Благодаря национальному проекту «Культура» для учреждения приобретут рояль, три пианино, домру, гитары, два баяна и аккордеон. Кроме того, будет обновлено звуковое оборудование, а часть инструментов уже поступила в школу. У нас 6 учреждений культуры. Это 2 дворца культуры, 2 дома культуры, учреждения культуры городской музеи и централизованная библиотечная система, а также 5 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Учреждения дополнительного образования посещают ежемесячно 3 и более, ну около 3 тысяч детей и подростков. Работают учреждения дополнительного образования по различным направлениям культуры и искусства. Это и музыкальное направление, музыкальное образование, художественное образование, хореография, театр, театральное искусство, сценическое искусство. Наблюдается положительная тенденция, положительная динамика. Ежегодно увеличивается количество музыкальных инструментов. За счет национального проекта «Культура» музыкальными инструментами обновляются школы искусств. Ежегодно мы участвуем. В этом году детская школа искусств приобретает музыкальные инструменты. Это красивый белый рояль для концертного класса, ну и ряд других музыкальных инструментов. Несколько гитар, баян, кларнет, флейта, домра, ударные установки, в том числе и тренировочная ударная установка. Конечно, обновляется методический фонд и фонд учебной литературы в библиотеках детских школ искусств. В этом году библиотека, централизованная библиотечная система также получила субсидию на обновление книжного фонда. Ежегодно у нас увеличивается количество посещений мероприятий культурных и наблюдается тенденция выделения достаточно хороших средств, финансовых средств на развитие учреждений культуры и дополнительного образования. В данный момент идет ремонт библиотеки номер 3 имени Беспрозванного, на площади она находится. В этом году будет отремонтирован концертный зал в детской школе искусств номер 1. В рамках субсидии будет произведено озвучивание площади Ленина, ремонт и плюс озвучивание площади. В рамках областной субсидии 100 модельных домов культуры выделено более 2 миллионов на каждый дворец культуры и дом культуры для приобретения оборудования. Ну и конечно будет обновлено оборудование в детских школах искусств Вернемся к словам нашего эксперта о библиотеке имени Леонида Беспрозванного. Напомню, старт большой реконструкции был дан в 2023 году. Тогда подрядная организация приступила к первому этапу работ. В него входила замена водосточной системы, окон, ремонт кровли и фасада здания. Какие изменения еще ждут книгохранилища и когда завершится стройка? Давайте узнаем прямо сейчас. Чтобы создать библиотеку нового поколения на старом месте, приходится все ломать и строить заново. Однако в этом книгохранилище главная цель реконструкции – сохранить архитектурно-исторический стиль, который не менялся на протяжении нескольких десятилетий. И сделать это получается. Ангарская библиотека имени Леонида Беспрозванного была создана еще в 1951 году. Поэтому капитальный ремонт – это долгожданное событие не только для ее руководителей и сотрудников, но и для жителей города. «Капитальный ремонт мы ждали очень много лет. Для нас это грандиозное событие, и мы очень рады. Конечно, мы стараемся сейчас в рамках капитального ремонта сохранить наш историко-архитектурный стиль данной библиотеки. Спасибо подрядчику. Они очень бережно относятся к нашим лепным украшениям. Они все это делают. Все сохраняется, все относятся очень бережно». Старт большой реконструкции исторического здания был дан весной 2023 года. Все работы разделены на два этапа. И вот сегодня, по словам подрядчика, стройка вышла на завершающую стадию. Уже вставлены новые стеклопакеты, обновлен фасад и кровля, проведена модернизация систем электро- и водоснабжения, канализации, отопления, заменена электропроводка. Весь же список обновлений можно перечислять еще долго. «Осталась отделка только помещений, кабинетов, комнат этих всех книгохранилищ, читальных залов. Книгохранилища, можно сказать, уже завершены. Все покрашены, потолки отделаны, свет везде прокинут. Ну, так что, на финишной стадии. Успеем все в срок. Надеемся, даже сдадим раньше». Звуки большой стройки должны завершиться уже к концу этого лета. Затем предстоит переезд, а сразу после библиотека имени Леонида Беспрозванного откроет свои двери для читателей. К слову, в планах создать в учреждении еще и информационно-досуговый центр. Специально для него будет закуплено интерактивное оборудование и современная акустическая система. На средства областной субсидии, направленной на социально-экономическое развитие нашего округа, в поселке Мигет будет построена детская школа искусств, о которой так давно мечтали местные жители. Новое здание должно заменить известные всем старожилам ДК «Орбита». В свое время там проходили собрания, праздники, дискотеки. Кипела общественная жизнь, но более 10 лет назад все уничтожил крупный пожар. Раньше вместо сборищ детей, молодежи, моего возраста, моих ровесников, был клуб. Там и танцплощадка, и дискотеки, и все, что можно было проводить. А сейчас, как видите, это стало руинами. Дети, которые раньше занимались в детской школе искусств, им как раз таки клуб и предоставлял зрительный зал. Они там и выступали. А сейчас детям негде выступать. Также масштабные изменения ожидают и главную площадь Ангарского округа. Для проведения массовых праздничных мероприятий здесь построят новый сценический комплекс. Он будет оборудован качественной звуковой аппаратурой. И это лишь малая часть того, что ждет муниципалитет. Особое внимание будет уделено безопасности и комфорту. Так в учреждениях дополнительного образования появится видеонаблюдение и новая пожарная сигнализация. Кроме того, около объектов культуры восстановят асфальтовое покрытие, а также оборудуют специальные подходы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одним словом, будет сделано все, чтобы культурная среда стала доступной для всех. Реализуется на территории Иркутской области и, соответственно, на территории Ангарского городского округа такой крупный проект, всероссийский проект, как культура для школьников. Все учреждения и культуры дополнительного образования являются активными участниками этого проекта. Участвуют наши учреждения и во всероссийской программе «Пушкинская карта». Это мероприятие не только для обучающейся молодежи, но и для работающей молодежи в возрасте до 22 лет. «Пушкинская карта» предоставляется гражданам от 14 до 22 лет. Это такая государственная поддержка молодежи, направлена на приобщение их к культуре, культурным традициям, ценностям российского общества. И на такую карту, которую получил паспорт и можешь ее сразу же оформить, государством зачисляется 5 тысяч рублей. Из этих 5 тысяч рублей молодой человек может потратить 2 тысячи на посещение кинотеатра, 3 тысячи на посещение культурных мероприятий. По сути, это бесплатное посещение хороших, качественных, интересных, современным интерактивом мероприятий. И таких мероприятий в нашем городе предостаточно, чего только стоят ангарские музеи. Где можно отправиться в удивительное путешествие во времени? Конечно же, в музее часов, который расположен в историческом центре Ангарска. Учреждение является уникальным не только по меркам города нефтехимиков, но и всей страны в целом. К слову, в этом году музей отметил знаковую дату – 55-летний юбилей. И все это время здесь бережно хранят и приумножают удивительное собрание часовых механизмов. Основой для создания экспозиции послужила личная коллекция Павла Васильевича Курдюкова. Да, в этом году мы пришли к дате отличников 5,5. И, конечно, мы очень старались, чтобы эта пятерка была заслужена. Мы очень много сделали для этого. И мы порадовали наших посетителей и гостей праздничного мероприятия тем, что мы выиграли несколько грантов в течение этих пяти лет. И последний грант – грант Патанина «Магия часового времени», который привлекла всех маленьких посетителей и взрослых посетителей, потому что это интерактивная такая программа, на которой ребята могут потрогать часы, поиграть с ними. В последние годы музей взял курс на модернизацию и обновление. Этому способствуют участие в грантовых конкурсах. Например, в 2023-м учреждение выиграло субсидию Министерства культуры России в рамках национального проекта. Благодаря этому появились сенсорные киоски, столы, географическая пирамида, где представлена ценная информация о часах в электронном виде. А уже в этом году на двух этажах здания пройдёт капитальный ремонт. Приятные изменения ожидает и Музей Победы. Ремонт стал возможен. Благодаря проекту есть решение. Мы выиграли максимальную сумму, которая пойдёт как раз на полностью реконструкцию нашей замечательной парадной лестницы. Это наше лицо, которое должно выглядеть очень даже хорошо. С лестницы у нас не всё в порядке. Каждые пять лет мы её немного латали. Теперь будет проведена прямо хорошая, добротный ремонт, который позволит и музею, самому зданию выглядеть более солидно, более торжественно, как раз канун 80-летия Победы. Первых своих посетителей Музей Победы принял в 1968 году. В его стенах хранится память о Великой Отечественной войне и истории города нефтехимиков. Экспонаты собирали ангарские школьники во времена походов по местам боевой славы. Руководил экспедициями подполковник в отставке Иван Никитович Пурас. Он же и основатель Музея Победы, который сегодня является визитной карточкой округа. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. И это не только жители Ангарска, но и гости самых отдалённых территорий страны и зарубежья. Уважаемые ангарчане, мы приглашаем вас посещать мероприятия учреждений культуры Ангарского городского округа. В них работают настоящие профессионалы. И мероприятия проводятся на высочайшем уровне. Вы не только получите удовольствие, посетив культурное мероприятие, но и духовно обогатитесь. Духовное должно превалировать над материальным. Конечно, у нас город, люди, ангарчане очень культурные, потому что у нас есть дворцы культуры, очень множество дворцов культур. Очень много для детей, всяких спортивных секций, культурных мероприятий очень много проходит. Конечно, да, потому что, ну, даже элементарно здесь сейчас проходят мероприятия, да, и очень много таких мероприятий проходит в городе Ангарске. Всё это воспитывает наша молодёжь, и, ну, как можно после этого сказать, что не культурный город, да, и не культурные наши дети, потому что принимают всегда очень активное участие в различных мероприятиях. Да, я считаю культурным городом, потому что проходят различные мероприятия для развития молодёжи, ну, и спорта. Очень красивая набережная, чистый город, люди добрые, отзывчивые, в принципе-то что ещё. Ну, и красивый центр, всё, что надо, есть для жизни. Ну, Ангарск, возможно, и культурный город, но большая часть жителей, к сожалению, нельзя назвать культурными. По причине? По причине безранственного поведения в парке культуры, распития спиртных напитков, к сожалению, мы, бывает, наблюдаем такие вещи. Конечно, не все такие люди, но, к сожалению, имеет место быть. Безусловно, культурные. Не только культурные, но и спортивные. Спортивный же город. Мне очень здесь нравится, хотя я недавно здесь живу. В городе у нас жители культурные. В принципе, это видно даже вот там, где мы с вами находимся, и гуляет, и молодёжь, и взрослые с детьми. Да, в Ангарске культурное ограничение, это связано с многими причинами. То, что ты можешь подойти к любому человеку, спросить, куда пройти, они тебе покажут, могут даже сами провести. Но иногда бывают такие люди, которые просто отказываются и не могут тебя провести, потому что у них, может быть, нет времени, они куда-то спешат. Движение первых, большая перемена, это всё, ну, как сказать, делают дружными людей нашего города. Это была программа «В центре внимания». И, как говорится в нашей постоянной пятничной рубрике «В местном времени», самое главное, в любой ситуации ведите себя культурно. Смотрите нас на сайте actistv.ru. Увидимся на следующей неделе. Субтитры предоставил DimaTorzok